Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Владимир Демин. Дорогие друзья, в редакцию пришло много писем, в которых радиослушатели делятся своими воспоминаниями о творческой деятельности народной артистки России Галины Каревой и просят рассказать о ней не только как о прекрасной исполнительнице русского романса, но и как об оперной певице. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Со слезами и тоской Прикорунившись, села на дороге, На дороге, на большой, На дороге, на большой, Воззапила, возритала, Люди добрые, как мне быть? Я неверного мира Научите, научите, Как забыть, научите, Как забыть... Галя мечтала быть артисткой с детства. Во время войны мы жили в эвакуации Пеньской области, где Галя участь в 6-7 классах активно участвовала в художественной самодеятельности, выступала в сельском клубе наряду с местными жителями и эвакуированными артистами. Приходилось играть роли и мужские, и женские, так как мужчин не было совсем. Тогда и зародилась у нее мечта стать драматической актрисой. Вернувшись из эвакуации в Москву, Галя с отцом, ей было тогда 15 лет, уехала в прифронтовой город Измаил и устроилась там в военный госпиталь вольной наемной санитаркой. Она самоотверженно ухаживала за раненными и пела для них, стараясь облегчить им их страдания. Победу она встречала в Измаиле, а когда собралась возвращаться в Москву, начальник госпиталя предложил Гале рекомендацию в медицинский институт, но Галя отказалась, так как мечтала о сцене, хотела стать артисткой. Вернувшись в Москву, она снова стала активной участницей самодеятельности. По совету друзей, Галя пробовала поступить в разные театральные студии, но безуспешно. Она очень сильно переживала свои неудачи, даже заболела нервным расстройством, стала заикаться. По совету врачей, стала лечиться от заикания пением. Однажды папа услышал, как Галя громко пропела, обращаясь с просьбой к маме, и сказала ей, не попробоваться ли тебе в оперу? Голос у тебя прорезался на нервной почве. И вот Галя начала заниматься пением в художественной самодеятельности Московского авиационного института, а затем поступила в Московское музыкальное училище имени Ипполитова Иванова. Ипполитова Иванова Ипполитова Иванова Ипполитова 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 ПЕСПОЛитова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом, Анна Кузьминчина передала Гале эту же школу пения. Свою мечту Галя выразила в стихотворении такими словами. «Творить хочу, творение жить, а за труды свои наградой хочу признание получить, тогда мне будет жизнь отрадой». Можно сказать, что в этих стихах она определила свой жизненный путь. Жить было трудно, и, нарушая училищные запреты, Галя подрабатывала, выступая в джазе, и очень успешно. Но, закончив училище, Галя выбрала оперу. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Страшное пламя ярко пылает, Дикая радость всех оживляет, Крики восторга всюду несутся, ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Главным дирижером Мелик Пашаевым и главным режиссером театра Покровских. Они решили на роль Елены Безуховой и Наташи Ростовой взять молодых певиц, и был объявлен конкурс. Конкурс был огромный, отбор был тщательный и строгий. На роль Елены была отобрана одна Галя, и ее приняли в стажерскую группу театра. Параллельно Галя работала в Московской филармонии, также пройдя по конкурсу, так как стажерам зарплату в театре не платили. Галя выучила партию Елены Безуховой, а также партию Любашева в опере «Царская невеста» Римского-Корского и партию «Рад мира» в опере «Глинки» Руслана Людмила. Участвовала в шерстских концертах от Большого театра. Но не суждено было ей петь в опере «Война и мир». Сняли с занимаемых должностей директора театра Мелик Пашаева и Покровского. Постановку «Война и мир» отложили на неизвестный срок. Намечалось закрытие филиала Большого театра и сокращение штатов. Галя обратилась с просьбой к исполняющему обязанности директора Сергею Яковлевичу Лемешеву, с просьбой, чтобы ее прослушали в партиях «Любаши» и «Рад мира». Но прослушивание не состоялось, и Лемешев уговаривал Галю переждать это смутное время. О поступлении Галю в Большой театр вспоминал народный артист Советского Союза дирижер Борис Хайкин. В 1958 году в Большой театр поступила молодая певица Галина Карева. Дирижеры, режиссеры и артисты театра обратили внимание на ее очевидный талант – музыкальный и артистический. Все мы предполагали, что Галина Карева в непродолжительном будущем займет в Большом театре ведущее положение. Однако она проявила нетерпение и ушла из театра. У Галины Каревой имеется сопрано яркого, красивого тембра. Голос ее ровно звучит по всему диапазону. Поет она свободно, без малейшего нажима. К этому следует добавить безупречный музыкальный вкус и природное чутье. Золотая рыбка по реке плывет, На лугу ремяна калы цветочки рвет. Выйди, выйди, рыбка из голубых волн, Будет как ребенок ожидания волн. Ах, там мрак и холод, нет и солнца там, Все цветочки рыбка я тебе поддам. Мне нельзя не нужен алый твой цветок, Холодно душою, как стесной поток. Пусть твоя напрасно полно слезы ли, В холоде и мраке мне приятно жить. Не вдохнул ребенок, но не плакал он, Только не дали больше его уход. Продолжайте, продолжайте рассказывать. Мы с удовольствием слушаем. Вы нам очень интересно даете информацию о творчестве, Поэтому мало кто об этом знает, И вот вы нам сегодня все рассказываете, Как оно было. На стремлении быстрее освоить оперный репертуар, Обрести сценический опыт, Побудили Галю уйти из Большого театра И уехать работать в провинцию. Она выбрала оперный театр города Куйбышево, Ныне Самара. И в этом театре проработала сезоны 1959-60-х годов. Спела успешно шесть партий И разучила партию «Амнерис» в опере «Верди Аида». О ней писали в прессе, как оталантливая исполнительница. В 1961 году спецсцена «Судилище» из партии «Амнерис» На конкурсе в Ленинградском академическом театре оперы и балета имени Кирова Была принята в труппу театра. В журнале «Театральный Ленинград» был отмечен приход Гали в театр. Написано было, в труппу театра зачислена певица Галина Карева, Обладательница красивого и сильного меца-сопрано. И сейчас она готовит ряд ведущих партий в оперных спектаклях. Ей поручены партиям «Амнерис» в опере «Верди Аида», «Кармен» в одноименной опере «Безе», «Полина» в пиковой даме Чайковского. В Кировском театре Галя сразу же обрела успех у Ленинградцев. Как писала одна из газет, Галина Карева взлетела на оперный Олимп. Она поет одну главную партию за другой, поет с блеском, и вскоре о ней говорят как об оперной певице со своим почерком, индивидуальностью. Со своими любимыми партиями – «Кармен», «Амнерис», «Любаша», как приглашаемый гастролер Галя выступала почти во всех оперных театрах Советского Союза, в том числе и в Большом. На прославной сцене Кировского театра Галя пела 18 лет. 30 партий насчитывает ее оперный репертуар. Среди самых значительных ее созданий – это образы «Кармен», «Любаши», «Амнерис», «Зибеля» в опере «Гунов Фауст», «Артруда» в опере «Вагнера», «Лэнгрин» и многие другие. Собираю материал для книги. – Вы собираетесь написать книгу о ней, да? – Ну, да, я ее уже написала. – То есть собираете ее издать и надеетесь, что она выйдет в печати, да? – Надеюсь. – Ну, а собирая материал, вы где-то брали материалы, так сказать, или только свои воспоминания использовали? – Ну, не только свои воспоминания. А встречалась в Мариинском театре с коллегами Галей по сцене и работниками театра. Все вспоминали о ней тепло, с большой симпатией и уважением, высоко оценивая ее как певицу, актрису и человека. Один из них, народный артист Советского Союза Борис Штоколов, сказал так. «Она была очень талантлива, причем в комплексе. Это и голос, и музыкальность, и душа, и искренность в исполнении, драматический талант и прекрасная внешность. Она была отличным партнером, с ней легко было работать. Образ Кармен был сделан очень убедительно. Она была словно создана для этой роли. Хороши были Зибель и Полина. И вообще, в оперных партиях она была по-своему ярко индивидуальна. Ее талант – дар Божий». Лидия Алексеевна, я хочу что сказать. Мне посчастливилось бывать на спектаклях в Ленинградском оперном театре имени Кирова, где принимала участие Галина Алексеевна Карева. Я слушал «Регалетта», где она исполняла партию Мандолены. И вот то впечатление, которое я получил от этого спектакля, оно связано в основном было с ней. Вот этот образ Мандолены, вот он у меня стоит перед глазами. Это очень было ярко сценически, и очень музыкально, и великолепно звучал голос. Но мне посчастливилось ее слушать и в концертах здесь, в Москве, в зале Чайковского. Я был на ее концерте, где она два отделения пела романсы. Это, конечно, было незабываемо. И причем вот сейчас я так уже с позиции времени смотрю и оцениваю ее исполнение, и я констатирую, что у нее очень все было сделано. Чувствуется большая репетиционная работа. У нее даже было продумано, вот как она вышла, как она встала около рояля. Все это было очень красиво, все это было очень эффектно. Ну и, конечно, публика была в восторге. Расскажите мне, цветы мои, как страдаю тоскою, что я лишь люблю я, что мечтаю всегда не одной. Вы жепните только, жепните ей про мои вздыхания, про мои страдания, Пусть сделала эта новая мечта. Повлекли, увы, тот проклятый колдун, так сказал мне тогда. Я не могу сорвать цветочка, чтоб тот час не завял он. Святой водой обыть мне надо руки. Здесь улица Творцу каждый день Маргарита. Посмотрим теперь, ну что же, снова завяли. Святой водой, ты побежден. Ах, скажите мне, цветы мои, как страдаю тоскою, что я лишь люблю я, И не смею сказать, как я люблю. Если ж к милым устам, устам своим, Поднесет вас оба вдруг поцелуй мой горючий, Теперь давайте послушаем, как Галина Карева Рассказывает сама о своем творчестве. Это очень интересно. Свою артистическую деятельность я начала со спектакля «Пиковая дама» партии Полины в этой опере. Работала я тогда в Куйбышеве. Это был мой первый спектакль. И роман с Полиной остался по сегодняшний день моим самым любимым романсом. И я бы хотела его предложить вашему вниманию. Я вам спою роман с любимой Лизой. Постойте, как это... Да, вспомнила... Подруги милые, подруги милые, В беспечности кривой, Под плясовой напев вырезаетесь в лугах. И я, как выжила в аркаде счастливой, И я на утне дни Всех рощах и водах Минутной радости вкусила, Минутной радости вкусила. Любовь в мечтах золотых Мне счастье сулила. Ну что ж досталось мне Всех радостных местах Всех радостных местах Всех радостных местах Могила, 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 могила. Творчество французского композитора Жорже Безе Мне особенно близко, дорого. Это мой самый любимый композитор. Много лет я на сцене Кировского Ленинградского театра Исполняла партию Кармен. Пела много романсов Из сборника Безе. И самый любимый романс из этого сборника Это прощание Равитянки с гостем чужеземцем. Это малоизвестное произведение, С которым я бы очень хотела Познакомить слушателей. Так ничто не влечет тебя остаться здесь Ни небо красота, Ни пальм зеленых лес, Ни тишина поли цветущей. Ни любовный привет, Ни нежный взгляд очей, И чудная краса, Где пройдены мои При свете яркий звезд поющий. Прощай, Прекрасный гость, Увы, Прощай, Зачем не можешь ты Довольным быть лишь тем, Чем все мратья мои Своим убогим тихим кровом, Здесь всем миром кругу, Любят странников не мать, Или вечер, И порой на звезды, Глядя вздыхать, Ни с кем не обмелявшись, Словом прощай, На век прощай, Прекрасный гость. А если б ты хотел, То не одна из жен, Забыла б для тебя Семью и свой знаком, Служа тебе с любовью чисто. И в полуденный злой Сон твой мирный храня, До кучных ножек рой Гнала бы от тебя, А покала мы с ведьми душисты. Но если никогда Не вернешься ты сюда, Пусть помни наших дев И взгляды, и голоса, Плески их при луне На просторе Залют ли сокол наш, Бледнолицый путник мой, Вспоминай, Что храним Вечно в сердце Образ твой дорогой, Но ты, увы, Нас забудешь вскоре. Прощай, Навек прощай, Прекрасный гость, Убей, прощай, На всем ночь. А-а-а-а, а-а-а-а... Я думаю, что, как поняли по рассказу Людей Алексеевны, что Галина Алексеевна очень любила композитора Безе и оперу Кармен. Ну, конечно, ведь по своему темпераменту, по своим данным, эта партия, как принято говорить, коронная, была партия у Галины Алексеевны. Ну, давайте сейчас послушаем из оперы Кармен сцену из второго акта. Галина Алексеевна 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 за рубежом. Нет, Галю не выпускали в гастрольные поездки в капиталистические страны, хотя вызовы были и из Италии, и из Америки, и из Франции. Я думаю, потому что у Гали были такие черты характера, как независимость, гордость, бескомпромиссность, честность, порядочность, неподкупность и то, что она не терпела унижения и фальши, а также ее беспартийность. Хотя ей в театре предлагали вступить в партию и даже обещали звание, на что Галя отвечала «Моя партия – это партия Кармен». Так и говорила? Да. Интересно. Все это и было причиной, что она оказалась невыездной, да и большим препятствием для нее у нас в стране. В одном из своих интервью Галя сказала «Я бы имела все, что хотела, поступить я своими жизненными принципами». Говорят, у меня характер плохой, но, может, потому я и счастлива, что не делала того, чего не хотела, и пела только то, что мне нравилось. Добиться же огромной популярности и любви многомиллионной аудитории в нашей стране помогли Гале прежде всего ее очевидный талант. Это и редкий по красоте тембр голос, и большой драматический талант, и огромное внешнее обаяние. А также такие ее качества, как ум, эрудиция, интуиция, смелость, решительность, целеустремленность, воля, огромное трудолюбие и самодача, ответственность перед слушателями, и при этом скромность, доброта и отзывчивость. Как пример приведу один уникальный случай, о котором мне рассказала заведующая архивом Мариинского театра, ранее артистка этого театра Вера Остальцова. Она показала мне афишу с названием «Шекспириана» и рассказала, как Галя выручила театр, спасая его от долга. А было это так. Главный режиссер театра Тихомир задумал грандиозное представление под названием «Шекспириана», которое должно было стояться на стадионе имени Ленина. Были охвачены все шекспировские темы и приглашены оперные артисты со всей страны. Представление намечалось на июль 1964 года. Затраты были огромные, но стадион оказался почти пустым, и театр оказался в большом долгу. Дирекция театра ища выход, обратилась к Гале, зная об ее популярности, с просьбой выручить театр и предложила ей дать концерты в счет спектаклей, предоставив ей любые залы в Ленинграде и в том числе и сцену Кировского театра. И вот Галя в течение нескольких лет давала концерты, деньги с которых поступали в кассу театра. Таким образом, Галя помогла театру выйти из долга. А за это время Галя сумела вернуть на эстраду запрещенный у нас в эти годы жанр старинного русского романса, преодолевая огромное сопротивление высокопоставленных чиновников. Субтитры создавал DimaTorzok 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 сестра Галина Алексеевна Лидия Алексеевна Карева Рассказала о жизни о жизни Галине Алексеевны и вообще много-много интересных моментов, которых, может быть, вы и даже я тоже не знал. Я вас благодарю, Лидия Алексеевна. Спасибо вам! Удачи вам! Здоровья! Спасибо! Спасибо и вам тоже! Сегодня в передаче принимала участие Лидия Алексеевна, мой коллега Анатолий Санш-Лушников и я ведущий передачи Владимир Демит. Мне помогал режиссер Александр Санников. Всех вас, дорогие друзья, благодарю за внимание. Всего вам доброго! Всего доброго!